Здравствуйте мои уважаемые подписчики. Сегодня мы поговорим как написать реферат по дисциплине введения в направление профессиональной деятельности. Реферат по дисциплине введения в направление профессиональной деятельности является неотъемлемой частью вашей учебной нагрузки на первом курсе, в первом семестре. Вы пишете этот реферат, тем самым вы подтверждаете свою способность анализировать литературные источники. Этот реферат по сути он направлен только на то, чтобы проверить, как вы умеете находить, анализировать и представлять информацию в печатном виде. Для того, чтобы выполнить этот реферат вам необходимо, пожалуйста, помогайте распространять это видео, делитесь им в социальных сетях, оставляйте ссылки, отправляйте это по ватсапу. Я вам буду за это очень благодарен, выпуская новые видео. Для того, чтобы выполнить этот реферат вам необходимо, первое, ознакомиться с видео, как работать с научными и техническими текстами. Я положу ссылку на это видео в описании. Второе, вам необходимо взять тему реферата у вашего преподавателя. Третье, найти по теме реферата всю литературу, которая вы можете найти. Это в библиотеке, в интернете. Найти научные статьи по теме реферата. Четвертое, прочитать книги, статьи, материалы, которые вы нашли. Пятое, сделать черновик реферата. Черновик очень важен. В черновике вы делаете первое приближение к вашему идеальному реферату. Первое приближение. Еще в этом черновике могут быть пустые места, когда вы не знаете, что туда поставить. Могут отсутствовать таблицы, рисунки, введения, заключения. Это все может отсутствовать в первом черновике. Но вы его все равно делаете. Далее. Вы делаете следующим этапом. Вы делаете, заполняете полностью этот реферат информацией. И вычитываете его, чтобы в нем не было орфографических и грамматических ошибок. Далее. Следующий этап. Это вы вычитываете, это следующий этап вычитывания реферата. Это вы вычитываете, чтобы в реферате не было технических ошибок и нестыковок. Технических противоречий, чтобы не было. Чтобы одно вытекало из другого. Далее. Вы делаете презентацию для защиты этого реферата. К сожалению, я сейчас нахожусь далеко от вас. Я не знаю, какие требования предъявляют к вам, как к студенту того вуза, где вы учитесь. Когда я работал преподавателем, я просил студентов делать и реферат, и презентацию. С презентации студенты выходили перед группой и, переключая слайды, они рассказывали о том, что они успели узнать за прошедший семестр по своей специальности, по той теме, по которой они делали реферат. Презентацию. Я рекомендую вам опираться при подготовке презентации на книги Нэнси Дуарте и Алексея Каптерева. Нэнси Дуарте выглядит вот так книга. Алексея Каптерева выглядит вот так книга. В этих книгах вы узнаете о том, как сделать профессиональную презентацию. Как подобрать цвета, как подобрать заголовки, что следует, а что не следует включать в презентацию. Следующий этап. Подготовка к защите реферата. Вы делаете доклад. Текст. Пишите текст доклада. На 5 минут. В презентации у вас максимум 10 слайдов. Самое основное. На презентации только картинки, только таблицы, никакого текста. За исключением заголовков. Весь текст, который необходимо проговорить, вы проговариваете устно. Далее мы рассмотрим, я покажу вам пример реферата. Расскажу, как расставить текст, как расставить картинки. Для этого мы сейчас переходим на компьютер и посмотрим, как это можно сделать. А теперь рассмотрим подробно пример подготовки реферата. Для реферата я выбрал тему машинно-аппаратурная схема линии производства коэкструдированных продуктов с начинками. Тема, в которой я разбираюсь достаточно хорошо, поскольку проработал более 7 лет на экструзионном пищевом производстве. Из них почти 6 лет инженером. Далее я представлю свое видение этой темы. В общем, можно так сказать, что реферат, который вы будете готовить, это ваше видение той темы, которую вам задали. И вы можете, собрав материал, скомпоновать его таким образом, чтобы донести какую-то свою мысль до преподавателя. В примере мы рассмотрим только центральную часть реферата, начиная с содержания. Содержание, введение главы основного текста и что в них мы можем поместить заключение и список литературы. В примере я специально не буду останавливаться на оформлении титульного листа и аннотации, чтобы не отнимать свое время и ваше время при просмотре данного видео. Я рекомендую начинать оформление реферата с подбора литературы. Сейчас я вам покажу, какие книги я рекомендую вам использовать для подготовки реферата по озвученной теме. Рекомендую использовать следующую литературу для подготовки реферата по теме Машинно-аппаратурная схема линии производства коэкструдированных продуктов с начинками. Экструзия в пищевых технологиях. Авторы Остриков, Абрамов и Рудометкин. Коэкструзионные продукты. Новые подходы и перспективы. Авторы Остриков, Василенко и Соколов. Математическое моделирование течения аномально-вязких сред в каналах экструдеров. Авторы Остриков, Абрамов, Василенко, Попов. Технология экструзионных продуктов. Коллектив авторов Остриков, Магомедов, Дерконосова, Василенко, Абрамов и Платов. Зерновые завтраки. Переводная книга под редакцией Р.Б. Фаста и Э.Ф. Колдуэла. Перевод с английского языка под общей редакцией Крауса. Разработка нового коэкструзионного формующего инструмента. Авторы Гончаровский и Корячкин. Это были монографии на русском языке. Монографии на английском языке. Экструзион Кукин. Технологии и Аппликейшн. Эдитет Бай Робин Гай. Вторая монография на английском языке. Экструзион Кукин Техникс. Апликейшн. Сеори и Состейнабилити. Под редакцией Лежика Можински. Третья монография на английском языке. Экструдос Ин Фуд Апликейшн. Эдитет Бай Мьян Эн Риас. Кроме этого, вы можете взять в библиотеке вашего университета научные журналы и изучить статьи по теме экструзии пищевых продуктов. Монографии, которые я выше озвучил и показал вам их обложки, они написаны в нулевых годах и в десятых годах этого века. Их изучение достаточно для того, чтобы составить общее представление о процессе экструзии. Однако, я рекомендую все равно изучить современные статьи, которые вышли за последние 3-4 года в научной прессе, в научных журналах. Таких как Вестник в ГУИД, Хлебопечение России, Хлебопродукты, Инновационная пищевая промышленность, Кондитерская промышленность, Хранение и переработка сельхозсырья и другие журналы. Кроме этого, рекомендую изучить патенты. Вы можете ограничиться поиском патентов по тем авторам, которые я озвучивал выше. Например, найти патенты, которые выпускали такие ученые. Остриков, Абрамов, Рудометкин, Василенко. Этого будет достаточно для того, чтобы подготовить ваш реферат по означенной теме. Если тема вашего реферата отличается от той, что рассмотрено в данном видео, вам необходимо провести самостоятельный поиск и отбор литературы для подготовки вашего реферата. Структура реферата. Обычно реферат включает следующие структурные элементы. Титульный лист, аннотацию, содержание, введение, главы основного текста, заключение и список литературы. Рассмотрим каждый структурный элемент подробнее. На титульном листе указывается наименование вуза, факультета, кафедры. Титульный лист может отличаться от приведенного здесь. Узнавайте у вашего преподавателя, как оформить титульный лист правильно. Аннотация к реферату содержит краткое описание реферата. Говорит о чем он, сколько страниц, рисунков, таблиц, формул содержит реферат. Общий объем аннотации обычно не превышает половины страницы формата А4. В некоторых вузах от студентов не требуют написания аннотации к реферату. Узнавайте о том, нужна ли аннотация или нет, у вашего преподавателя. Содержание включает в себя пронумерованный список глав, которые входят в реферат. Кроме этого, в содержании указываются такие слова, как введение, заключение и список литературы. Напротив каждого из этих слов, а также напротив каждой главы и параграфа реферата указываются номера страниц, с которых они начинаются. Содержание является обязательным элементом реферата. Для его оформления я рекомендую использовать инструмент автооглавления в программе Microsoft Word или аналогичный инструмент из программы OpenOffice Writer. В основном тексте реферата раскрывается основной смысл темы, на которую написан реферат. Главы основного текста обычно включают следующее. В первой главе обычно приводится машинно-аппараторная схема линии производства и ее описание. Во второй главе приводится описание от трех до пяти единиц оборудования, которые входят в машинно-аппараторную схему. При этом представляются фотографии этого оборудования, схемы и принцип устройства и работы этого оборудования. Могут рассматриваться процессы, которые протекают в этом оборудовании с указанием технологических параметров этих процессов. Температуры, давления, влажности, скорости перемещения полуфабриката или, допустим, воздушных масс и тому подобное. В заключении к реферату приводятся краткие выводы по работе. Они являются... Заключение является как бы зеркальным отображением и одновременно продолжением введения. Если во введении мы ставили цели и задачи исследования, А в заключении мы пишем о том, смогли ли мы достичь этих целей и выполнить поставленные перед нами задачи. Обычно заключение к реферату не превышает трех четвертей от страницы формата А4. В списке литературы приводятся ссылки на все источники, которые вы использовали при подготовке реферата. Я рекомендую приводить не менее десяти таких ссылок. Я рекомендую распределять литературу, которую вы будете использовать для подготовки реферата, на следующие категории. Первое – это монографии. Второе – это научные статьи, издаваемые в российских журналах. Третье – это научные статьи, издаваемые на иностранных языках. И четвертое – это различные патенты и авторские свидетельства. Используя источники из всех этих категорий, вы сделаете вашу работу насыщенной той информацией, которая позволит понять смысл раскрыть тему вашего реферата как можно более подробно. Недостаток данного реферата заключается в том, что рассмотрена всего лишь одна машинно-аппараторная схема производства коэкструдированных продуктов с начинками. Их существует по меньшей мере 3-4 компоновочных схемы. Это первый недостаток. Второй недостаток реферата заключается в том, что рассмотрено всего лишь по одной единице оборудования для реализации каждого из процессов. Экструзии, просеивание, смешивание, растапливание жира, приготовление начинки, наполнение начинкой – это обедняет реферат. Я рекомендую вам, когда вы будете готовить свой реферат, рассматривать от 3 до 5 единиц оборудования для реализации каждого из процессов. 3-5 вариантов экструдеров, 3-5 вариантов крема взбивальных машин, 3-5 вариантов мукопросеивателей и так далее. Этим вы покажете, что вы хорошо разбираетесь в теме реферата. Спасибо вам за внимание, за то, что вы досмотрели это достаточно длинное видео до конца. Пожалуйста, помогайте распространять это видео, делитесь им в социальных сетях, оставляйте ссылки, отправляйте это по WhatsApp. Я вам буду за это очень благодарен, выпуская новые видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы поставьте колокольчик, чтобы узнавать, когда будут новые видео. Желаю вам успехов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok